всем привет итак три ингредиента этой лепешки яблоко у меня завалялось не очень-то яйцо кокосовая мука разбиваем яйцо если большое яблоко то возьмите 2 яйца или маленькие яйца вот что достаточно двух яиц дальше что делаем 2 чайные ложки кокосовой муки раз на вас ну да здесь конечно лучше два яичка сделать сейчас я еще добавлю на яичку сейчас посмотрю вот такую делаем кашку малышку вот такая кашка сейчас покажу что делаю дальше и так я порезала видите такими кубиками яблочко все-таки я добавил ребята второе яичко потому что не добавляю ни соли не сахара и вот эти такая вот кашка получается ничего не добавляю сейчас покажу что буду делать дальше сбить как следует так хорошо перемешать вот такими кубиками 1 1 яблочко на сковородочке у меня так и разогревают так у меня масло сливочное лучше всего топленое масло здесь я яблочки опустила вот в эту кашку вот так и сейчас на сливочном масле я буду это дело обжаривать и так я вот так вот подсобираю 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 обжарила с одной стороны и тут самое главное берется немножечко и и перевернуть и будет сейчас перевернуть смотрите вот вот сейчас она же ее под крышечкой чуть-чуть подержала вот теперь ее можно переворачивать и что вуаля вот что получилось если вам будет тяжело так я просто сразу делаю большую такую лепешечку вы можете по ложечке классе делать маленькие такие лепешечки и тогда легче будет переворачивать я такой уже здоровый просто мне так проще вот сушки вкус вот я сметанки положила сейчас попробую ребята вкус такое ощущение что вы едите десерт как будто это творог если вам нужно сладости можете добавить сладости с джемчугом его есть пишите ребята мы как это вкусно мне не надо ни соли ни сладости это пп завтрак ну может он выглядит не очень ну кто сидит на пп ребята завтрак незаменимый очень полезный кокосовый кстати можно было бы жарить это еще на кокосовом молоке а я на нас еще раз так и сделаю у меня есть кокосовое молоко моем молоко масло кокосовое господи молоко говорю ребятки осыдненько пока как кто следит за своим здоровьем кто следит за своим здоровьем но вы можете совершенствовать можете добавить туда сахара в муку можете добавить туда подсластитель какой-нибудь элитрит например а так хорошо с джемчиком джемом каким-нибудь вареньем со сметанкой вообще мне со сметанкой классно я сейчас все съем все ребята ведем пока пока это очень вкусно это необычно яблочки такие вкусные получается значит всего 3 ингредиента как ее назвать я не знаю лепешка ппп из трех ингредиентов не знаю я посмотрю как нам ее обзову все пока пока всем